Вот мы подсоединились как бы к клауду, в общем-то к нашему локальному. Далее мы просто деплоим, поищем команду. Деплоим наш вар файл фактически как в клауд. Единственное, что мы указываем, что мы не стартуем его сразу автоматически, потому что нам надо еще настроить несколько переменных окружения и сервисов для приложения. Облако спрашивает количество инстансов, то есть сколько мы хотим запустить инстансов этого приложения. Имя мы передали команде, могли не передавать, указали в строке. Определила, что это спринт-приложение. Выбираем Yama 7. Чуть-чуть побольше. Это она спрашивает URL, через которое будет доступно приложение. Согласны ли мы с ним? Согласны. Сервисы. Какие требуются сервисы для нашего приложения? Ну, MySQL для начала. Потом App. Да. Следующий сервис. RabbitMQ. Нужен RabbitMQ. Тоже не важно. Все. Все же нам не надо. Запускаем. Теперь указываем через переменные окружения в моем случае. Мы указываем, что присоединяемся к MySQL. А также говорим, какие профили активировать, что это мастер, что мы в клауд-энвайроненте и что мы хотим инициализировать базу данных. И все. Можно запускать приложение. Он у нас называется очень оригинальным SBTM для мастера. В общем-то, для того, чтобы настроить эту среду на лэп-топе, вообще ничего не надо. То есть просто виртуальный имидж. Ну, это Micro Cloud Foundry, так называемый. Просто виртуальная машина, которая уже готова, вы ее поднимаете и все. Но она, в общем-то, вам говорит, при подъеме она говорит, какой там пароль задать, имя, для того, чтобы она префикс в DNS поменял. И все. Дальше он код. Нет, все. Вот приложение работает. Ну, а имиджуар, ты сейчас поменял партию, в общем, перезалить, предеплой. Ну, при предеплойменте команду выполняешь. Каждый раз. Предеплой. Ну, вот, пуш. Точно так же, просто пуш. По-новой. И, на самом деле, в общем-то, настройки среды не меняются. Вот это все повторять не надо. Только пуш. Да-да, я понял. В этом смысле, конечно, не надо. То есть только при пуше все это хранится. Единственное, что просто вот это Micro Cloud Foundry локальное, она имеет ограничения, в общем-то, на память и, например, на размер базы данных. Это просто демонстрационная такая версия. И, в общем-то, а Cloud Foundry, бесплатный аккаунт, в онлайне он удаляет ваше приложение через какое-то время, насколько я помню. Вернее, не приложение, он файлы просто чистит. Ну, это бесплатный аккаунт. Но посадить можно. Да, ну, в общем-то, для Spring приложений вам достаточно указать просто, если я сумею быстро найти. Он достаточно… Ага. Замечательно. То есть есть конфигурация клада, да? Нет, там просто вы указываете, что источник для вашего гетасорса – это клад источник, компонент Spring. И все, и этого достаточно, чтобы приложение в рон-тайме нашло его. Ну, деталь я сейчас задаваться точно не буду, как это работает под этим самым. Ну, вот я хотел сейчас попробовать еще раз показать. Да, ну, тем временем, на самом деле, я… что же я хотел показать? Тем временем мы посмотрим на веб-интерфейс, который мы только что запустили. Вот это тот самый базисный веб-интерфейс, который вы получаете, когда вы добавляете Spring Admin Project в ваш KGB-проект. Здесь, на самом деле, вы видите джопы. Сейчас мы посмотрим, по-моему, она вот так вот. Вот описание REST-интерфейса сразу же фактически, какие запросы можно делать. И это все получается просто добавив зависимость на DPP. Но сам по себе этот Spring Admin скорее как начало для вашей собственной разработки. так как вы можете посмотреть, на нем что-то позировать, какие-то небольшие админ-таски. Для большого серьезного продакшена, возможно, вы захотите сами многое реализовать под вашим нормам. Ну, вот, например, наш джоп, который мы запускаем как… как с параметрами, передавая в качестве параметров имя входа. Имя входного файла и имя выходного файла отчета. Вот, в общем-то, запускаем. И выполнение пошло. Мы можем видеть, в общем-то, статус каждого шага в, так сказать, фронтайме. Как они выполняются. Вот шаги, на которые была поделена наш второй главный шаг. Вот, в общем-то, слейвы, которые выполняют DUMM-load, например, параллельно. Но в данном случае, на самом деле, каждый слейв сейчас конфигурирован так, что он забирает три задачи из очереди. И поэтому вот это вот три – это один слейв, работающий. Три DUMM-loader. В общем-то, здесь интернет не особо. Да, вот процесс импорта. Базу данных пошел уже, слейв перешел дальше. И если вы хотите, как бы, в общем-то… Это мы сейчас мастера запустили, да? И слейв, который работает в нем. Значит, для запуска слейвов мы деплоим слейв аналогично. То есть фактически просто с BTS называем приложением. Ну, скажем, два экземпляра. Spring, Java 7, 768 дадим ему тоже. Это неважно. Создавать сервисы приложения не будем, а вот присоединиться к существующим присоединимся. И вот из существующих он нам показал, какие есть. MySQL, еще. Еще нам нужен один. Revit. В общем-то, все эти сервисы обновляются, они на ходу. То есть, грубо говоря, это процесс, процесс постоянной разработки. А вот нам стоит, как бы, обновить environment variable для слейва точно так же. Сказать, что, в общем-то, это слейв. То есть, каким-то образом передать информацию в приложении. А что? Сказать ему, что это слейв. Потом запускаем слейв. И, в общем-то, уже будет работать три узла, которые будут получать работу из очереди. Будем надеяться, что первый еще не справился со всей работой. Сейчас уже, по-моему... Ну, в любом случае, вот вы уже видите два, как минимум два слейва работающих одновременно. Две, два, по три. Да, дело в том, что просто, я думаю, уже закончилось, закончилось, закончились задания для них. Только второй пошел. Вернее, хватило работы только на второго. Все, это будет длиться какое-то время. За это время я сейчас попробую. В общем-то, эскалировать, в общем-то, вот такого работа приложения. Вы можете прямо в ронтайне. То есть, фактически, просто теперь в командной строке вы говорите, vmc, scale, scale, s, v, t, s. Я спрашиваю... Scale, да. Я спрашиваю количество инстансов, которые вы хотите, чтобы сейчас работали. Вот она сейчас работает два. Вы говорите, ну, один. На самом деле, больше она не потянет по ограничению памяти демоверсии. И все, и теперь работает только один инстанс. Говорите ему два, обратно. Работает два. Она на самом деле останавливает, и теперь запускает прозрачно. Вот. Вернемся же к нашим интерфейсам. Может быть, мы закончим. Да, работа, в общем-то, вся закончена. И получить файл, файл, как бы, ну, с результатом и выполнением, в общем-то, из... Выкачивать вот можно использовать эту команду. Вот, фактически, vmc файл. Мы скачиваем файл локально уже к нам. Ну, в общем-то, надо еще сказать все-таки последних слов. Я уже чувствую, у меня поджимает время. Ну, минут 10 назад поджимало, да. Да, я, конечно, сейчас, секундочку. Да, насчет, насчет, как бы, будущего, будущего, настоящего и будущего. То есть поддерживать сейчас, как и в качестве источниковой цели данных, SpringBatch, SpringData. Полностью наявой конфигурации. Я, на самом деле, показал, в следующей презентации будет пример полностью SpringBatch, а SpringBatch, написанного на бизнес-портном XML для конфигурирования, как бы, yellow.config. Добавлены неопределяющиеся параметры. Это для тех, кто знает, что это. Поддержка HyperN4, это, как бы, была уже поддержка, перешла на четвертую версию. Другие улучшения исправления. А в третьей версии, ну, во-первых, мы реализуем официально GSR352, который полностью списан с JavaBatch, с небольшими облегчениями. Например, он не требует CDI injection. Injection не специфицирует, он ничего не говорит о распределении задач по узлам. Сам стандарт, все это есть в SpringBatch как бы. BigData, большая тема. В общем-то, уже сейчас в SpringBatch используется в SpringBatch for Hadoop подпроекте. И, в общем-то, как основа для нового, новых проектов, в частности, SpringXD. Одна из основ этого проекта – это SpringBatch. И расширение улучшения, как бы, для поддержки задач, например, депламента на ходу по кластерам и всего остального. Конечно же, чуть-чуть постараются сделать полегче, в общем-то. Процесс обучения всему этому, входа в эту технологию, конфигурацию облегчит немножко. Облегчить, как бы, задание, описание вот такого рода, как я показывал, в республированной конфигурации. Ну, в общем-то, вот ссылки. Один из последних слайдов на ссылки. Большое спасибо Марику Минелло. В общем-то, чую презентацию я фактически адаптировал. Ну, и, в общем-то, все. Спасибо.